К сожалению, российские производители мехмодов редко могут порадовать качественной и конкурентоспособной продукцией. Но иногда случаются и проблески инноваций. В сегодняшнем видео мы поговорим о таком чуде российского модостроения, как ModZiMod. Несмотря на безумную компактность, которая делает девайс похожим на обрезок, выглядит он все равно строго, даже, можно сказать, грубовато. Тем не менее, из-за легкого веса и странной отделки он кажется будто бы игрушечным. Конструкция ModZiMod отнюдь не заурядна. Состоит он из корпуса, батарейного отсека, пружины, крепежной гайки, делринного изолятора и латунного контакта. Если проще, то внутри корпуса находится гильза, в которую вставляется аккумулятор. Далее все это дело закручивается изолятором сверху и закрепляется снизу гайкой. Однако из-за того, что контакт имеет очень маленькое и неровное пятно соприкосновения, сказать, что мод не печет, не сказать ничего. Сразу после покупки по контакту стоит пройтись наждачной бумагой, чтобы хоть как-то привести его в чувство. Но и это еще не все. В силу конструктивных особенностей на пине именно дрипки собирается огромное количество черных точек. Так что при длительном использовании ModZiMod скорее всего контакт атомайзера быстро придет в негодность, а точнее сотрется от постоянной полировки. Кнопки как таковой нет. Пользователь просто толкает пальцем батарейный отсек вверх до соприкосновения контакта аккумулятора с пином. Таким образом подстраивать вашу батарею не нужно. ModZiMod любит греметь. Казалось бы, размеры гильзы и корпуса идеально подогнаны друг под друга, но нет. Отсек гуляет во всех направлениях. Кстати, делариновый изолятор этого самого отсека имеет множество заусенец. И вообще, его резьбы слизываются за неделю активного использования. Мало того, менять аккумулятор на ходу крайне неудобно и даже опасная затея, если вы делаете это на улице. Диаметр корпуса составляет целых 28 миллиметров, а в части углубления 26. На верхней части тела расположилось 4 отверстия для вывода газов. Также еще 2 имеются на нижней части гильзы. Можно предположить, что аккумулятор логичнее устанавливать плюсом вверх, ведь отверстий там все-таки больше. Коннектор здесь гибридный, без пропилов для подачи воздуха. Посадочная площадка имеет диаметр 24 миллиметра. Так что многие популярные атомайзеры будут гармонично сочетаться с устройством. Однозначного впечатления после себя ModZiMod не оставил. Задумка крутая, но качество исполнения, мягко говоря, плохое. Инновации? Ну да, вроде. Но пока это лишь крутой прототип, который нужно еще доработать. Да, ModZi очень невесомый и компактный. Однако посмотрите лучше в сторону промех от VEGAT. Проблем от него гораздо меньше, жарит в разы лучше, а стоит те же самые 5-6 тысяч. Мы благодарим ModZiMod за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и используйте только качественный антифриз.